Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков и сегодня гость нашей студии – начальник управления организацией обязательного медицинского страхования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятии Светлана Асаева. Добрый день, Светлана Шанхоровна. Для тех телезрителей, кто не совсем понимает или разбирается, что за система обязательного медицинского страхования, буквально несколько слов. Что это такое, как это работает? Основная цель обязательного медицинского страхования – это гарантировать нашим застрахованным получение качественной, доступной бесплатной медицинской помощи, которая оплачивается из средств обязательного медицинского страхования. Гарантией является наличие полиса обязательного медицинского страхования, который выдаёт страховая медицинская организация на руки каждому человеку, живущему в Сочи в нашей республике. И благодаря чему при наличии полиса каждый может обратиться в медицинскую организацию и получить достаточно качественную и доступную медицинскую помощь. И данный документ является обязательным при обращении в медицинскую организацию. Без полиса ОМС могут отказать в оказании медицинской помощи. Но полис выдаётся безвозмездно? Да, конечно. Как выдаётся полис, как его получить, где его приобрести? Полис медицинского страхования выдаётся страховыми медицинскими организациями при обращении каждого человека в страховую. У нас их на территории работает три по выбору в любую. Вы приходите, пишете заявление, и страховая компания выдаёт вам полис обязательного медицинского страхования. Ну, вы говорите о том, что полис гарантирует получение качественной медицинской помощи. Мы, конечно, знаем, что у нас в России условно-бесплатная медицина, условно-бесплатное образование. Кто-то всё равно должен платить за эти услуги. Кто платит, какой норматив и сколько всё это стоит? Ну, в данном случае по обязательному медицинскому страхованию платит государство. У нас на каждого жителя в месяц в среднем составляет 1265 рублей. Всего застрахованных на территории Республики Бурятия 987 899 человек. Из этого складывается, если умножить норматив на одного застрахованного это число, это будет месячный объём финансовых средств, которые направляются в медицинские организации при оказании ими медицинской помощи. Независимо, амбулаторно-поликлиническая помощь, в стационарных условиях, в дневном стационаре, скорая медицинская помощь или помощь, оказанная за пределами Республики Бурятия. Из этой суммы распределяется... Ну, есть люди, которые не болеют вообще, а есть те, кто из больниц не вылезет, как здесь. Но принцип страхования – это когда здоровый платит за больного. У нас есть категория, скажем, жителей Республики Бурятия, которые вообще не обращаются в медицинские организации. Есть люди, которые обращаются раз в месяц, есть, которые раз в два года. Но вообще от этого не зависит, поэтому вся эта сумма, которая определена, она идёт на оплату медицинской помощи. Есть перечень услуг, которые входят в обязательное медицинское страхование. Понятно, что не надо перечислять каждую конкретную, вырвать зуб или сделать прививку какую-то. Вот в целом, на что можно рассчитывать по полюсу обязательного медицинского страхования, а в чём могут уже отказать в обслуживании? То есть есть ли какие-то услуги медицинские, которые не подпадают вообще никогда под ОМС? Под ОМС не попадают услуги, оказывают социально значимые заболевания. Это туберкулёз, это ВИЧ-спит, это психиатрия, наркология. Это однозначно не попадают. Это всё, эти услуги оплачиваются из средств бюджета. Всё остальное – это ОМС. Всё это прописано в программе государственных гарантий, которая у нас принимается ежегодно. Сейчас мы работаем в программе госгарантий на 2018 год, плановые периоды 2019-2020. И сейчас готовимся формировать программу госгарантий на 2019 год. Там уже будут определены определённые параметры, деньги, объёмы и так далее. Вы постоянно говорите о том, что гарантий гарантированно, то есть это всё закреплено законом. К нам в редакцию в последнее время поступают жалобы, обращения жителей Республики Бурятия, что при обращении в поликлинику, при так называемой записи на приём к врачу, к специалисту, они не могут попасть по полюсу обязательного медицинского страхования в поликлинику. Им говорят, что нет, кончилось время для записи, или нет записи вообще к этим специалистам на ближайшие недели, дни, может быть, иногда даже месяцы. Но при этом предлагают к тому же самому специалисту, к тому же врачу попасть на приём, но платно. Это допустимая ситуация или нет? Ну вообще оказание платных медицинских услуг медицинским организациям допустимо. С этой целью издано постановление правительства Российской Федерации, это номером 1006 от 2012 года, который гласит об утверждении правил оказания платных медицинских услуг. В этом документе прописаны условия предоставления платных медицинских услуг, таких, например, как организация какого-то индивидуального поста при стационарной медицинской помощи, если необходимо применить препараты, не входящие, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, и которые жизненно не требуют, не жизненно необходимы, скажем так. В этом случае пациент имеет право приобрести этот препарат за деньги, и медицинская организация может это помочь. Нет, но это положение оплатных услуг. А допустимо ли, что больница говорит о том, что нет записи на приём к специалисту по полюсу, но вы можете в тот же день попасть платно к этому же специалисту? Ну, к сожалению, практика показывает, что действительно так оно и есть, но в этом случае мы бы советовали или рекомендовали нашим застрахованным обратиться в страховые медицинские организации. Сейчас в настоящее время в страховых медицинских организациях создан институт страховых представителей. Вот по городу Улан-Удэ и в части районов республики страховые представители у нас работают. Если вам навязывают, скажем так, платные медицинские услуги, говорят, записи нет, а приходите платно прямо сейчас же, вы можете обратиться к страховому представителю, он выслушивает вас внимательно, свяжется с ответственным лицом этой медицинской организации и поспособствует, поможет, во всяком случае, ваше право на получение бесплатной и доступной медицинской помощи как-то обеспечить. Но в случае, если всё-таки страховому представителю не удаётся уже на месте решить этот вопрос, вы имеете право обратиться уже в страховую компанию, в которую вас застраховало, с каким-то письменным обращением и заявлением, чтобы они разобрались и всё-таки предприняли меры для того, чтобы вы своевременно всё-таки эту помощь получили. Вот этот страховой представитель, я так понимаю, это услуга, которая появилась не так давно. Да, не так давно. Он кем предоставляется? Страховой медицинской организации. То есть той организации, логотип, в которой вы застрахованы. Эта услуга, она бесплатная? Да, конечно, конечно. То есть как вообще надо поступить человеку? Потому что, я думаю, немногие знают о том, что сейчас появились страховые представители. Как нужно поступить? Вот можете прям поэтапно расписать? Ну, вы обращайтесь, допустим, в поликлинику. Или пытаетесь записаться на госуслугах и так далее. Там нет всё ограниченное место. Если вы приходите в поликлинику, в каждой поликлинике, в всяком случае в городской, есть отдельная вот такая стоечка, на которой написан страховой представитель. Вы к нему подходите, озвучиваете свою проблему, что вы не можете записаться, там нет времени и так далее. Страховой представитель принимает, записывает ваше обращение. Есть ответственные лица в поликлиниках, которые непосредственно наш страховой представитель взаимодействует. И уже с ним разбираются по каждому конкретному случаю и предпринимают все меры и попытки для того, чтобы вы эту помощь получили. Ну, понятно, когда это может быть разово, да, и можно очень быстро там где-то куда-то в клинике. Я думаю, поликлинике невыгодно вступать в конфликт со страховой компанией, они могут найти. Если вот количество обращений таких, оно будет, ну, уже таки иметь массовый характер, что тогда могут делать поликлиники или что не могут делать? Ну, это, знаете, вопрос уже дефицита, скажем так, времени и врачей. Это же вопросы организации медицинской помощи, которые входят в полномочия органов управления здравоохранением. Уже нужно нам и, ну, скажем так, и застрахованным нашим совместными усилиями уже выходить на связь с Министерством здравоохранения и поднимать эти вопросы для того, чтобы все-таки эту проблему решить. Может ли, вот вообще сейчас, я имею на руках полис, я могу как-то выбрать организацию, медицинскую поликлинику, где я хочу обслуживаться, где мне нравится обслуживаться, или я должен идти только по месту прописки? Вообще, выбор медицинской организации для прикрепления, такой выбор есть. Ну, вообще, он, каждый застрахованное лицо может раз в год выбрать или чаще в случае изменения места жительства. Но вообще, первичная медико-санитарная помощь, которая оказывается поликлиниками, она оказывается по территориально-участковому принципу. Вот есть территория, есть определенный участок. Если вы, допустим, живете на территории второй поликлиники, а хотите прикрепиться к первой поликлинике, тут возникнут проблемы, первая поликлиника не сможет, допустим, вам проводить различные профилактические мероприятия, допустим, вакцинацию, прививки. Или же не сможет к вам выехать по вызову, если вы заболели, не можете посетить поликлинику. Так что я лучше рекомендую все-таки вам выбирать ту поликлинику, на территории которой вы проживаете. То есть что значит не сможет выехать по вызову? Это я когда звоню в службу неотложной помощи, скорой помощи? Не в скорой помощи, а в поликлинику. То есть когда я не могу уходить, допустим? Да, звоните в поликлинику, а живете там, допустим, в сотых кварталах, ну, соответственно, оттуда возник проблемы. Хорошо, тогда смоделируем еще одну ситуацию. Условно я живу как раз-таки в сотых кварталах, например, но работаю в районе, микрорайон ПВЗ, ЛВРЗ. У меня здесь есть поликлиника, и мне удобно там отпроситься с работы и пойти сюда. Могу ли я не открепляясь, не прикрепляясь, вот получить здесь какую-то медицинскую помощь? Вы можете здесь получить медицинскую помощь в случае неотложной экстренной какой-то ситуации. Планами медицинская помощь у нас оказывается по направлению той организации, к которой вы прикреплены. Ну, допустим, от второй поликлиники, если вы живете в сотых кварталах. При наличии направлений вы обращаетесь в поликлинику, ближайшую к вашему месту работы, и там получаете медицинскую помощь. Хорошо, и я думаю, последний вопрос. Если я вдруг уезжаю за пределы Республики Бурятия, это командировка, либо отпуск, либо в целом какая-то поездка, могу я рассчитывать на получение медицинской помощи за пределами Республики, за пределами того региона, где у меня приобретен полис? Ну, рассчитывать вы можете на экстренную неотложную, как у нас внутри субъекта. Плановая помощь также оказывается по направлению. Насморк может являться неотложным? Ну, не насморк, а просто. Насморк, температура, да, конечно, это неотложная помощь. То есть я так же обращаюсь на месте, предъявляю полис? Да, да, если вот там температура, ну, какие-то моменты, которые нужно, необходимо сразу же помощь оказать, вы имеете полное право, и вам безотлагательно должны помощь оказать. А вот фразы врачей, когда, ну, нет, у меня с собой на руках полиса, да, фразы врачей о том, что вы не принесли полис, не показали, и нам за вас не заплатят. Что это значит? Ну, вот я, как уже говорила, вот в первом вашем вопросе, что полис – это обязательный документ, который нужно предъявить. Ну, естественно, это исключено, когда необходима экстренная медицинская помощь, когда человек не может, как бы, общаться с медицинским персоналом в этом случае, естественно, требовать не будет полис, а так в обычной ситуации при оказании плановой помощи полис нужен. То есть какой-то единой базы данных электронной, куда может каждая больница или медицинское учреждение сделать запрос и получить там номер этого полиса, узнать, какой страховой компанией обслуживать, – То есть такого нет сейчас? – Ну, есть такая возможность, у нас на сайте есть возможность определить страховую принадлежность и реквизию этого полиса. Медицинские организации активно пользуются этим, но все равно полис, как документ, он должен быть обязательным. – То есть нужно с собой носить паспорт и полис? – Да, и полис обязательный. – Спасибо большое за беседу, спасибо, что нашли время. Это была программа «Актуальная тема», и сегодня у нас в гостях был начальник управления организацией обязательного медицинского страхования Светлана Асаева, и мы разговаривали о том, как получить качественную медицинскую помощь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok